Платежка за коммунальные услуги Никаких праздников не было, все опять отмечали Новый год с этими квитанциями Как быть и что делать, это главные вопросы, актуальность которых не теряется со временем Мы же год назад тоже с этим разбирались, и два года назад с этим разбирались И 8 лет назад И каждый год, каждый январь Вадим Беляков, руководитель УФА-сити, мы уверены, первое, что необходимо сделать, это начать решать проблему системно Считать затраты теплоэнергии по каждому дому бессмысленно и неэффективно Начиная от неправильных площадей, начиная от неправильных настроечных параметров теплощетчика, перетопами Заинтересованность в такой схеме может быть только у ресурсоснабжающей организации Каждый год заниматься точечно, каждым домом проверять и надеяться на то, что вернут или нет, но это же неправильно К примеру, главный аргумент увеличения цены за тепло – это понижение температуры воздуха Но с учетом всех измерений, максимальный рост стоимости должен был составить не более 30% 30, ну пускай 35% в декабре по отношению к ноябрю, это укладывается в какие-то еще рамки, его можно объяснить А даже по беглому анализу уже понятно, что в большинстве домов он значительно больше Из 151 пятиэтажки, которые нам отправили данные, в 121 доме превышение больше, чем на 40% Особенно обидно, когда платить тысячи приходится за отопление помещения, за которое и сотню отдать жалко Здесь 19 квадратных метров, да, 19 Тепло в комнате в 19 квадратных метров обошлось реле в 3700 рублей Это в прошлом месяце, в этом она еще ждет повышение Отопление стало дороже, чем... Дороже, да, намного Топят батареи так, что их приходится закрывать простынями и опрыскивать водой Сильно, сильно греют, вообще сильно Я вот тазик воды набираю На все обращения внятного ответа жители получить не могут Это вот у вас там долги за апрель, тырымпыры мне, значит, по компьютеру, ой, по счетной машине быстренько-быстренько Вот, вот правильно, смотрите, вот ваша сумма По крайней мере понять, что им говорят, у людей не получается Там бесполезно разбираться, вы понимаете, там бесполезно Они кидают на управляющую компанию, кидают на ЖЭО Не получается понять представителей ресурсоснабжающих организаций даже у специалистов Ведь так просто вместо сотен листов и сложных схем сделать одну схему, но понятную Они говорят, мы там согласовываем, приносим там 3000 страниц обоснования этих тарифов Может быть там красиво, да, все написано, и никто эти там 3000 страниц никогда читать не будет Но вы объясните людям там на 3-4 листах, понятно, что туда включается Почему вдруг у нас там тарифы 2200 рублей за гигакалорию, почему нельзя сделать меньше, это же тоже никто не делает И пока платежки за коммунальные услуги остаются самым популярным документом Вот и Рейле принесли новую сумму уже в 4330 рублей И что делать? Расстраиваться, изумляться или возмущаться она уже и не знает Мы тут, как говорится, и заболели, и сердечную нахоли, как говорится Ну куда денешься?